Приветствую вас! Прочитал ваш вопрос и... Ну, очевидно, что у вас довольно много негатива имеется и по поводу родителей, и по поводу своего социального положения, и по поводу личной жизни и так далее. Итак, начать мне хотелось бы с того, чтобы сказать вам следующее. Вам нужно вначале отпустить обиды на родителей. То есть проработать обиды на родителей и понять, что они обычные люди, они оказались в своих обстоятельствах, в своих каких-то определенных жизненных условиях. И эти жизненные условия заставили их так к вам относиться. То есть отец с любовницами и мать, на все это есть мотивы, на все это есть причины. Вы этих мотивов и причин не понимаете, и отсюда возникает, естественно, обиды. То есть обиды, это от непонимания причин и мотивов тех, кто обижает. Это первое. То есть ваш отец, ведь у него, вы говорите сами, он выливал на вас негатив. А откуда негатив взялся? Откуда у него брался этот самый негатив? Понимаете? Откуда? Вот момент, который вам нужно определить. Вы воспринимаете своих родителей сейчас только как родителей. Но при этом вы взрослый человек уже. И вы знаете о том, что вы взрослый человек. Так вот, будучи взрослым человеком, вам нужно стараться видеть своих родителей так же, как взрослых людей. Не как родитель, а именно уже как взрослых. То есть в позиции ребенок-родитель переходить на позиции взрослый-взрослый. Вот сейчас вы перекладываете ответственность на себя на них. Это позиция ребенка, это негативная позиция. Ничего хорошего вам она не даст. Вам нужно, помимо того, что позиционировать себя как взрослого человека и попытаться понять ваших родителей, для этого необходимо подробно разобрать их историю, их жизнь, чтобы понять, что ими двигало. Чтобы вы посмотрели на них, как на людей, чтобы вы поняли их мотив. И самое главное, поняли, что эгоизм – это не от хорошей жизни. Их жадность – это не от хорошей жизни. Их отношение и поведение к вам и поведение вообще – это не от хорошей жизни. Когда вы это поймете, вы перестанете воспринимать этих людей как каких-то злодеев. И поймете, что они просто несчастные люди, которые оказались в рамках своих жизненных обстоятельств. Далее. Вы говорите, что у вас мало друзей, и что у вас не хватает денег, и что вы 20 лет живете с родителями. У тебя есть вопрос, почему? Ну, если они такие плохие, если вам 20 лет, то, наверное, стоит уже как-то думать о том, чтобы жить отдельно. Понимаете, вы требуете от родителей каких-то денег, вы говорите, что другим купили квартиру, там и так далее, и так далее. Но их родители могли это сделать? На эмоциональном уровне могли. Ваши родители на эмоциональном уровне этого не могут. Они не могут вам это дать. И именно по этой причине, по причине того, что они не могут вам этого дать, вам нет смысла ждать этого от них, во-первых. И во-вторых, обижаться на них за то, что они вам этого не дают. Они не могут вам этого дать. А вы этого требуете. Только потому, что они ваши родители. И только потому, что другие родители другим детям это дают. Это не есть правильная позиция. Позиция родителя не обязательно предполагает все вот то, что вы описываете в других семьях. Кроме того, понятно, что вы сравниваете и понятно, что вы завидуете, но вы упускаете одну важную вещь, что вы не знаете всего контекста и всей картины отношений тех людей. Может быть, там проблемы еще хлеще. Понимаете? Это вот тоже очень важный момент. Что вы сделали для того, чтобы жить хорошо? Что вы сделали для того, чтобы у вас было все, чего вы хотите? Вам 20 лет, вы взрослый человек. Что вы сделали для этого? Социальное положение, которое у вас недостаточно хорошее, связано с вашими интересами. Связано с вашей неуверенностью в себе. Связано с тем, что вы недостаточно цените себя. Недостаточные ценности относитесь к себе. И, конечно, в этом вина ваших родителей отчасти. Но сейчас, когда вы взрослый человек, необходимо развивать в себе с помощью психолога ценностное отношение к себе. С позиции любви. С позиции уважения, в первую очередь, к себе. И потом к другим. Понимаете? Это, вот, является тем, что вам важно понять. Пока вы не будете любить себя. Именно вы любите себя. И пока другие, и пока вы не будете любить и уважать себя, другие вас любить и уважать также не будут. К сожалению. Этот момент тоже нужно вам постараться понять. Следующее. Это отношение с бойфрендом. Модель женского поведения. Поскольку мама с вами не с вами не жила, то, вероятно, идеал женского поведения для вас отсутствует. Его нужно прорабатывать. И, соответственно, если мы говорим о том, чтобы прорабатывать модель женского поведения, необходимо найти идеал образа. Для этого подойдет актриса, любая женщина, которая вам нравится в плане женского поведения, в плане диалога, в плане внешнего вида. И вам нужно взять ее за идеал и стремиться быть такой, как она. При этом прислушиваясь к себе и отдавая себе очередь в том, что если вам что-то не понравится, это нужно обсеивать. Так вы вносите индивидуальность в образ женского поведения. Постарайтесь подумать, что вы можете дать мужчине и что вы хотите реально ему дать. Какой мужчина вам нужен и так далее. Что мужчина вам должен дать и так далее. Подумайте, какого мужчину вы хотите видеть рядом с собой и так далее. То есть больше берите на себя ответственность за свою жизнь и тогда, я думаю, у вас все получится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы не остались, пишите в личку. Я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.